привет давай с тобой соберем канарейку у нее есть подвижный хвост а также подвижные крылья для начала разложи детали у себя на столе также как у меня чтобы тебе было удобнее собирать возьми желтый прямоугольник затем второй точно такой же прямоугольник необходимо прикрепить сверху далее возьми еще один желтый прямоугольник и поставь его поверх предыдущего затем возьми желтый квадрат с креплением смотрящим вниз и поставь его вот так после чего второй квадрат с креплением смотрящим вниз необходимо прикрепить рядом далее 8 квадрат с креплением уже смотрящим наверх и поставь его снизу этой конструкции. Затем второй точно такой же квадрат необходимо прикрепить рядом. Теперь возьми фиолетовый кружок и прикрепи его снизу этой конструкции. Второй такой же фиолетовый кружок прикрепи снизу. Далее возьми фиолетовый квадратик с крючком сбоку и поставь его вот тут. Второй такой же квадрат с крючком необходимо прикрепить на соседнюю круглую деталь. Знал ли ты, что канарейки имеют яркую окраску? Их оперение может быть различных оттенков, таких как желтый, оранжевый, зеленый и даже белый, в зависимости от конкретной породы и условий содержания. Яркий цвет оперения часто связан с их рационом питания. Далее возьми желтый круг с шариком сбоку и поставь его сверху. Затем возьми второй такой же круг с шариком и прикрепи его рядом. Обрати внимание, что шарики направлены в разные стороны. Затем возьми желтый квадрат с креплением сбоку и прикрепи его поверх круглой детали. Второй такой же квадрат необходимо прикрепить рядом на соседнюю деталь. Теперь возьми высокую желтую деталь и прикрепи ее сверху. Вот так. Теперь возьми желтый прямоугольник. Его необходимо прикрепить на вот эти боковые крепежи. Далее возьми желтый скос и прикрепи его поверх этой конструкции. Затем найди второй желтый скос. Его нужно будет прикрепить также рядом. Отличная работа! Канарейки могут жить 10 лет и дольше. При правильном уходе и заботе о здоровье они могут доживать до 15 лет. Это делает их долговечными домашними компаньонами. Перейдем дальше. Возьми желтый скос, а также высокую деталь с двумя креплениями с разных сторон. Прикрепи ее снизу этого скоса. Далее возьми красный прямоугольник и поставь его вот так, чтобы он немного выступал. После чего возьми высокую желтую деталь с двумя креплениями смотрящими в разные стороны и поставь ее на этот красный выступ. Отлично! Теперь возьми желтый скос и прикрепи его поверх этой высокой детали. Затем нужно взять желтый прямоугольник с креплением сверху посередине. Его прикрепи на эти боковые крепежи высоких деталей. Далее возьми розовую пирамидку. Ее нужно прикрепить вот сюда. Теперь найди круглую деталь глаза и прикрепи ее сбоку на боковой крепеж. Затем разверни конструкцию. Найди вторую деталь глаза. Она будет также крепиться вот здесь вот сбоку. Теперь возьми основную конструкцию. Ее необходимо соединить следующим образом с той, которую мы с тобой только что собрали. И вот что получается. Теперь возьми желтый прямоугольник с перекладиной сбоку. Далее желтый скос необходимо прикрепить вот сюда вот с краю. После чего возьми желтый гладкий прямоугольник. Прикрепи его следом за скосом. Затем возьми прямоугольник с перекладиной сбоку и прикрепи его снизу этого прямоугольника. Вот так. Далее необходимо найти желтый скос и прикрепить на вот этот свободный крепеж. Теперь возьми желтый квадратик с крючком. Прикрепи его на эту перекладину. Затем возьми второй точно такой же и закрепи его рядом. Далее возьми большой желтый прямоугольник. Его необходимо прикрепить снизу двух этих квадратиков. Теперь возьми желтый скос и поставь его вот сюда. Далее необходимо найти второй такой же желтый скос и прикрепить его рядом. Теперь желтый гладкий прямоугольник закрепи следом за скосами. Кстати на сегодняшний день существует около 120 видов и пород канареек. Их принято разделять на три группы. Певчие, декоративные и цветные. Теперь эту конструкцию необходимо прикрепить сзади на вот эти крепежи. Отлично! Канарейка почти готова. Осталось сделать ей крылья. Возьми желтый прямоугольник с креплением для шарика. Далее желтую обрезанную деталь необходимо прикрепить вот сюда. Теперь возьми желтую гладкую четверть круга и прикрепи ее вот тут вот сбоку. Затем возьми скос, обрезанный вот в эту сторону. Его необходимо прикрепить вот тут. Крыло канарейки готово. Давай прикрепим его к ней. Шарик необходимо вставить в это отверстие. И все! Первое крыло получилось. Теперь давай соберем второе. Возьми желтую обрезанную деталь, а также желтый прямоугольник с креплением для шарика. Соедини их вместе. После чего возьми желтую гладкую четверть круга и прикрепи вот тут вот в углу. Затем возьми скос, обрезанный вот в эту сторону и прикрепи его на вот этот свободный крепеж. Тем самым у нас получилось еще одно крыло. Его также необходимо прикрепить к этому шарику. Все! Канарейка готова! Ты большой молодец! Посмотри, сколько же много у нее подвижных частей!